Здравствуйте, с вами редакция Момент Истины и я ее ведущий Федор Трусов. Снова Краснодар. Снова краснодарским властям малой земли. Только что отгрохотал скандал вокруг земель сафари-парка. У нас вопрос снимется вообще. Еще раз хочу, чтобы вы поняли. Вот одно, я там нисколько не пугаю. Либо мы заберем его бесплатно, либо сейчас договоримся с вами. Теперь при цели чиновников. Земли бывшего совхоза «Союз-92». Ныне район гидростроя. Лакомый кусочек города Краснодар. И что чиновники хотят на этот раз? Что же произошло? Несколько друзей предпринимателей в 2011 году купили по их сельхозназначению бывшего совхоза. Путем длительных препаратических процедур, представляете, что это сделать в Краснодарском крае, удалось превратить их в земли, пригодные для строительства. После чего последовала череда уголовных дел. В этот раз судьба друзей предпринимателей подкнулась новым креативом краснодарских правоохранителей, действующих по инициативе краснодарских чиновников. Представьте, возбуждение уголовного дела. Мошенничество. Постановление о возбуждении уголовного дела 8 июля 2019 года забыл документ. Мало того, что даже непонятно, кто является потерпевшим по данному уголовному делу. Их просто нет. Так даже не понятно, что явилось поводом для возбуждения уголовного дела. Формальным основанием явился рапорт следователя Капушева, написанного для следователя Капушева. Гениальный ход. Очевидно, что несуразность возбуждения данного уголовного дела, в котором не указано ни потерпевший, ни время, дата, место совершения преступления. Просто кто-то, а именно, друзья предприниматели, решили похитить земельные участки, купленные ими, почти 10 лет тому назад у неких лиц. И тем самым, как будто, причинили ущерб. Обсурдность. Очевидно, что безобразная формулировка постановления о возбуждении уголовного дела является следствием. Что следствие не располагает, по сути, ни к каким потерпевшим. Им нужно было возбуждение уголовного дела. И нужно было друзей предпринимателей отправить под стражку. Друзья предпринимателей, столкнувшись с такой реакцией со стороны местных правоохранителей, обратились в суд. И показательно, что Краснодарский суд, по первой инстанции, встал на их сторону. Он не мог сделать пойму. Вся абсурдность возбуждения данного уголовного дела видна из протокола судебного заседания, в ходе которого суд признал незаконным возбуждение уголовного дела. Черному по белому написано. Вся абсурдность действий следствия. Что нет ни заявителей, ни потерпевших, нет ничего, кроме фантазий следователя. Фантазий решил разобраться о обстоятельствах принятия решения о возбуждении данного уголовного дела. Ключик, как мы считаем, в звонке следователя на телефон Виталия, в ходе которого начальник следствия прямо дала понять господину Семенову, что решение о возбуждении данного уголовного дела было принято лично господином Малкиным. Казалось бы, где 2 гектара земли в одном колхозе в пригороде Краснодара и первый зам прокурора Краснодарского края. Абсурд, скажете вы. Не будете правы. Тем не менее, решение было принято. Что по поводу этого скажет сам следователь, господин Капушев. Здравствуйте. Вас беспокоит редакция «Моменты истины» и ее ведущий Федор Трусов. В августе 2018 года вы же общались с ним по телефону, потому что он нам представил распечатку своего телефона, что он имел с вами разговоры. Правильно я понимаю? Выслушаем господина Семенова, следователя. Мы решили поговорить с руководителем следователя, госпожой Санчубасовой, который он отправил в пресс-службу МВД. Редакция программы «Моменты истины». Хотим задать вам несколько вопросов по поводу уголовного дела в отношении господина Семенова Виталия Владимировича. Вы созвались на инициативу по возбуждению данного уголовного дела со стороны господина Малкина. Рубиконом этого дела бесспорно станет судебное заседание в Краснодарском краевом суде на этой неделе. Краснодарский краевой суд рассмотрит представление прокурора на постановление Ленинского районного суда, признавшего незаконное возбуждение уголовного дела. Вопрос, кто кажется сильнее – объективное правосудие, либо указание первого зампрокурора Александровского края, мы узнаем об этом буквально в среду. Редакция «Моменты истины» готовит фильм расследования об обстоятельствах возбуждения уголовного дела. Нам предстоит разобраться, кто стоит за возбуждением данного уголовного дела, почему следствие пошло на беспрецедентное нарушение, возбудив данное уголовного дела, и кому действительно нужны земельные участки бывшего совхоза «Союз-92». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова